Здравствуйте, дорогие товарищи, друзья, мальчики, девочки. Всегда рад вас видеть, всегда рад читать ваши комментарии. Конечно же, мне приятно, что некоторые люди очень конструктивно подходят ко всевозможным замечаниям. Мы говорят, Василий, мы понимаем там то-то, то-то, но вот считаем, что вот так-то. Ну и, конечно же, мне не нравится, когда люди пишут всякое гомно, дабы просто накинуть какашек на вентилятор, чтобы их разнесло подальше и пошире, радиус был. Но жизнь продолжается, и давайте сегодня, знаете что? Вот я размышлял над этим блюдом вот так. Типа, бывают же пирожки с луком и яйцом? Да, почему котлеток с луком и яйцом нет? Вот это вот для меня маленькая загадочка, которую я сегодня хочу разрешить. Значит, для того, чтобы максимально мелко порезать лук, нужно острый нож, ну и резать просто тоньше, да, тоненько. Теперь, когда тоненько вдоль нарезали, можно на поперек еще, вот так вот. Вот старайтесь максимально мелко. Лук свежий. Редкий случай, когда я буду добавлять в фарш свежий лук. Редчайший случай. Я всегда противник свежего лука в фарше, но так как у нас сегодня пирожки с курицей, ой, вернее, с луком и яйцом, но вместо теста я использую курицу, то давайте будем... Ну, я в конце вот приговор, так сказать, выдам. Типа, нравится мне такой вариант или не нравится. Почему сырой? Потому что пассерованный логичнее было бы, да? Но пассерованный мы пассеруем на масле, а масло мне в фарш как бы совсем-совсем не охота. Мне нужно, чтобы он был клейкий, а от этого, от масла, от этого, он перестает быть клейким. Но оно им мешает немножко, да? Значит, поэтому мы максимально вместе с вами должны нарубить лук. А теперь фарш, который, в общем-то, я, честно признаться, из-за большой лени мыть мясорубку, рубил, 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 взял эти самые голени без кожи просто-напросто, потому что, как я уже говорил, грудка-то, ну, такая как бы, это в самое военное время там, как говорят, за тазик пельмени не согласилась бы, да? Вот это про девочек, то вот я бы, я ее использую только в военное время. Но, слушайте, вот эта вот штука, бедро, оно же такое же клейкое, как и грудка. Просто нужно хорошенько перемолоть фарш. Жира здесь своего хватает, поэтому, в принципе, если вдруг вы будете сомневаться, не сомневайтесь. Бедро, филе бедра без кожи, вообще суперидеально подходит для любых видов котлет. Перчик. Перчика побольше, не стесняйтесь. Как-то мне однажды написали комментарий, Василий, вы столько специй добавили. А я давай считать, а там специи-то, что у меня? Черный перец, щепотка для фарша и щепотка куркумы. И у меня такое внутреннее возмущение, типа, если вы не едите специи, не добавляйте их. Дорогие друзья, я же вам даю всего лишь идею. Я же вам рассказываю, как бы приготовил я, почему мне так нравится, почему мой опыт жизненный и моя профессиональная деятельность в роли шеф-повара, она мне дает массу опыта, связанного с едой. Я знаю, как себя ведет то или иное. Я отчетливо себе отдаю, отчетливо понимаю, что если мы не добавляем перец, допустим, для какого-то кролика, например, смесь специй, для мяса или для птицы, то он будет с ароматом кролика. А мне хочется, чтобы он был вкусным блюдом, в вкусное блюдо превратилось. Так и здесь. Любое блюдо размышляйте. Если вы совсем не едите пряностей, ну хорошо, такие люди бывают, но таких очень мало, очень мало единицы. Все я делаю неправильно, короче, сейчас рублю фарш и думаю, что же я сразу-то не сделал начинку для... Значит, после того, как у нас лук с фаршем объединены полностью, значит, соль я сюда добавил, но, скорее всего, маловато. Значит, что делаем дальше? Так как я должен был вначале в самом сделать начинку для котлеток, а я пошел обратным путем. Ну, просто что-то заговорился и бла-бла-бла. Все это как бы... Вот сюда, вот во фарш, в фарш, помимо соли, значит, за котлетами иду точно. Ну, рано еще. Пуговка, скажи, котлет нету. Сюда фарш, во-первых, нужно его вымесить чуть-чуть, да? Во-вторых, добавляем сюда сливки. Небольшое количество. Все это тщательно еще разочек перемешиваем. Без масла, смотрите, она получается клейкая масса. Нам вот этого надо добиться, клейкости. Яйцо не добавляйте никогда. Оно дубовым их делает. Сырое яйцо, фарш. Еще чуть-чуть можно. Здесь просто по капле добавляйте. Смотрите, чтобы у вас фарш был не очень жидкий, но в то же время он должен быть сочный. Сливки нам дают жирность. Сливки у меня 20-ти процентные. Они дают нам жирность определенную. И они дают сочность. Дадут сочность во время приготовления. Фарш, конечно, станет такой нежный очень. Хлеба я сюда не добавляю, потому что хлеб создает рыхлость. Если вы делаете котлетки, например, стандартные, то да, туда рекомендуется добавить фарш, чтобы, ой, вернее, хлеб, вымоченный в сливках или в молоке, для того, чтобы котлетки рыхлые стали. Ты их раз, а они такие, как бы, нежные во рту. А когда яйцо добавляешь, размешиваешь с фаршем. Вот вы же омлет понимаете, да? Вот какой он плотный. Мясо плотное. Плюс яйцо его уплотняет. И он становится такой. Его можно резать ножом. Срез получается ровный, красивый. Но котлета не хрупкая. Все, хорошенечко вымешиваем. И, соответственно, даем постоять пока что. Лучше без холодильника. Ничего не произойдет там за 10 минут, за 15. Мелко рубим зеленый лук вместе с перьями, с стебельками, со всеми остальными прибамбасами. Значит, смотрите, у меня два отварных яйца, пятиминутки. Лучок зеленый обязательно. Смотрите, у нас с фаршем репчатый лук. Здесь зеленый. Зеленый по вкусу помягче будет, да? Но, тем не менее, все равно мы его смешиваем с яйцом. В чистом виде зеленый лук никто не использует как начинку. Ты ж когда закончишь с этой... Ё-моё! Лук нарезан, но еще не полностью. Теперь вилка. Вилка мне для того, чтобы размять яйца. Значит, они внутри немножко влажные. В смысле, вот, желточек сам, да? Я почему сказал, пятиминутка. Можно, кстати, сразу же уже сливочное масло сюда добавить. Помните, когда... Я вот, например, отлично помню, моя мама всегда говорила, когда делаешь пирожки с луком и яйцом, обязательно туда, в начинку, вмешивай сливочное масло. Потому что, когда пирожки начинают растапливаться, прогреваются, масло растапливается внутри. Я сказал, пирожки. Вот, косноязычный, да? Когда пирожки жарим, внутренности прогреваются, масло растапливается, и мы получаем что? Вкусняшку. Хотел сказать, вкуснотеево получаем. Нет, это масло называется вкуснотеево. Смотрите, 82,5% я другое масло никогда не покупаю. В смысле, другой жирности. Мне нравится вот максимальной жирности. Потом масло вкуснотеево делается из чего? Правильно, из молока и сливок. А метод какой? Холодное взбивание. Мы помним историю русской кухни, когда нас финны научили готовить чухонское масло. Вот это масло называлось раньше чухонское, взбитое, а не топленое, как делали на Руси всегда, которое прогоркало, да? Вот это методом холодного взбивания взбивается, получается масло, которое попадает к нам и к вам на стол. Значит, смотрите. В чем фишка? Здесь главное не переборщить с маслом. Так, вот столько, вот столько. 50 граммов. У нас получается где-то 55-56 граммов отборное яйцо. Значит, у нас есть где-то 100 граммов. Плюс еще 50-70 граммов лука. Ну и, соответственно, 50 граммов масла это, я думаю, что этого будет достаточно. Теперь, пока масло еще не сильно нагретое, пластичное, нежное, мы его соединяем вилкой вместе с яйцом. Потому что я все-таки так считаю, что если вдруг вы хотите сделать блюдо максимально вкусным, зовите на помощь сливочное масло. Потому что можно, конечно, еще и глютамататрия позвать, но это уже другая история. Вот смотрите. Вот получилась такая пюреха из сливочного масла и вареного яйца. Немножко проходимся еще по зеленому луку. Помельче его мне нужно. Котлетки будут не крупные. Если бы в пирожке это было, то да, тут можно было бы его оставить довольно крупно нарезанным. Но в котлетке надо очень аккуратно. Добавляем все это сюда. К маслу, к яйцам. И, конечно, соль. И еще разочек быстренько проходим себя вилкой. Соединяем. Почему я сказал в самом начале нужно было делать вот это? Потому что масло под воздействием комнатной температуры начинает слегка плавиться. Становится мягким, таким нежным. А нам нужно, чтобы оно было, знаете, как густо сваренная каша, которая постояла ночь в холодильнике. Оно должно слегка затвердеть для того, чтобы начинка для котлеты не расползалась у нас в руках. Вот. Поэтому тут по всей логике событий нужно было сделать вот эту начинку из яйца и лука. Матерь божья! Это ж как вкусно-то! И как, ну, как просто все. Так, Тара. Так, что мы смотрим? 50. 60 граммов. Так, 60 граммов. Приблизительно беру котлетку. Делаю лепешечку. Да, ну, как традиционно. Потом берем сюда начиночку. Опа! Много не кладем, иначе там может быть проблематичные всякие штуки. Все, чайную ложку. Потом, опа! Аккуратно сворачиваем сюда, 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 сюда. Стягиваем немножко. Вот таким образом. Раз, два, три, четыре, три, четыре. Раз, два. Аккуратно все это стягиваем. И начинаем валять, катать, катать, валять. На сковородку отправлять. Значит, сначала отправляем той частью, где у нас тут предположительно должен быть шовчик. Котлетки делаем небольшие, для того, чтобы их на сковородке аккуратненько так, давайте завязывать. То же самое делаем со всеми остальными котлетками. И пару капель живительной влаги из сковородки. Так. Пора пробовать. Вы когда-нибудь ели котлеты без гарнира? Ну, вот такие, знаете, просыпаетесь утром и думаете, какой нафиг гарнир? Я хочу тарелку котлет. Просто тарелку котлет. Вот это тот самый вариант. Делать их небольшие, чтобы есть удобно было. Ну, что, давайте смотреть. Я тут, конечно, жарил все на глаз, поэтому... Давайте смотреть, что внутри. Если вдруг что-то где-то не дожарил, на меня сильно не сердитесь, потому что это все было на сковородке, а не в духовке. Возможно, в духовке было бы эффективней, но вот тут что-то сковородная история меня все преследует. Типа все говорят, зачем в духовке, я в сковородке, ну... вот так это выглядит. Совершенно потрясающе. Фантастически. Смотрите, все здесь течет. Все, блин, жидкое, сочное, суперское. Ребята, это нечто. Значит, давайте назовем пирожками с луком и яйцом. Как в детстве. Ни у кого такого детства не было. Но если вы папа или мама, приготовьте детям свои такие штуки, чтобы они потом говорили, что у них в детстве были вот такие вот котлетки с луком и яйцом. Курица вся прогрелась, масло растопилось, никуда не убежало. Это такая нежнятина. Ребята, все, я прощаюсь, потому что вы пальцы облежите и локти, и все на свете. Я вам гарантирую. Только соли везде добавляйте. Фарш, когда вымесите, кусочек на сковородку бросьте, пожарьте, попробуйте. Соли достаточно? Не будет соли, будет пресно. Ну, это, пожалуйста, приготовьте, порадуйте дядю Васю. Ну, что вы. И приятного вам аппетита. Пока.